Приветствую, друзья! На связи Андрей Жериков. Как вы знаете, 6 марта 2019 года, то есть уже больше года назад, Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой, основателя компании OneLife OneCoin, был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса, о чем было опубликовано соответствующее сообщение на сайте Министерства юстиции США Южного округа Нью-Йорк. И на протяжении года шло следствие, в ходе которого Константин Игнатов давал показания по делу компании OneCoin OneLife. В частности, он выступал в качестве свидетеля по делу Марка Скотта, юриста, который обвиняется в отмывании денег для компании OneLife в размере 400 миллионов долларов. Если зайти на официальный сайт Федерального бюро тюрем Соединенных Штатов, здесь есть такой раздел Inmates Find an Inmate, то есть найти заключенного. И в разделе Find by Number можно ввести такой номер 3737-112 и нажать Search. И нам появляется вот такая таблица с именем Константина Игнатова. И внизу сейчас появилась такая надпись Released on 3 месяц 13 число 2020 год. То есть Released вообще переводится как освобожден или выпущен. То есть надо так понимать эту надпись, что 13 марта 2020 года, то есть позавчера, Константин был выпущен. Правда, не до конца понятно, он выпущен полностью и может ехать куда хочет, или просто ему каким-то образом поменяли меру пресечения. Может быть, он теперь будет находиться не, скажем, в месте заключения, а может находиться под домашним арестом. Потому что пока никаких заявлений, никакого видео или каких-то сообщений от самого Константина Игнатова мы пока не видим. Потому что если бы он был полностью свободен, то, соответственно, наверное, он мог бы записать какое-то видео обращение для всей команды Ван Коин, потому что мы понимаем, что 3 миллиона участников Ван Коин с нетерпением ждут хороших новостей, наконец-то. И, безусловно, освобождение Константина могло бы стать такой хорошей новостью. Но пока, хотя само освобождение вроде как произошло позавчера уже, насколько я понимаю, пока еще каких-то сообщений от самого Константина мы не видим. Повторю, возможно, возможно, что он просто был освобожден из конкретного места заключения. Он находился в одном из исправительных учреждений в Нью-Йорке, по Южному округу Нью-Йорка. Возможно, просто его куда-то перевели. Ну, посмотрим. В ближайшие несколько дней я планирую выпустить видео, в котором представлю перевод показаний, которые давал Константин Игнатов во время суда по делу Марка Скотта. Константину Игнатову задавали различные интересные вопросы. Например, продолжал ли он поддерживать связь с Ружей Игнатовой после ее исчезновения в октябре 2017 года? Что ему известно о блокчейне Ванкойна и другие не менее интересные вопросы? Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.